В частности, на встречу говорили о развитии городской инфраструктуры, переработке мусора, ремонте дорог. По мнению губернатора, в решении большинства вопросов, активисты ОНФ могут стать помощниками власти. И предложил представителям общественного движения подключиться, например, к работе по формированию стратегии развития региона. Самое главное для нас, для власти, для меня как губернатора, чтобы была не просто какая-то оголтелая передача ситуации, которую мы и так все знаем, негативная ситуация. А конструктивное предложение, как эту ситуацию сделать позитивной, как ее разрешить. Вот это принципиальный подход, который должен быть у каждого, кто сидит в этом зале. И вот только тогда мы достигнем этого консенсуса и гармоничного развития в целом общества. Здесь неоценимая работа и помощь должна быть общероссийского народного фронта. Вы должны это видеть, чувствовать даже где-то, слышать от людей и на самом деле вовремя реагировать. И здесь я вас буду слышать и тоже вовремя реагировать. Тогда никакая ситуация не будет запущенной. Вот и все, давайте думать. Приоритеты мы должны вместе с вами выбрать. Куда мы пойдем, куда мы вложимся, в какие отрасли экономики или подотрасли будем развивать. Примеры такой совместной работы уже есть. Это, в свою очередь, отметили и сами общественники. Так, например, удалось решить некоторые социальные проблемы. Мы смогли решить проблему 555 многодетных семей. Тех, кто получил земельные участки под строительство жилых домов в станице Старокурсунская. Мы очень долго бились самостоятельно. И если бы не ваше вмешательство, мы бы, наверное, бились до сих пор. В конечном итоге многодетные семьи получат доступ к электроэнергии и, наконец, смогут строить свои дома. Напомню, что общественное движение создали в стране по инициативе Владимира Путина 6 лет назад. В Краснодарском крае местное отделение ОНФ работает с 2013-го. Сейчас в рядах региональных фронтовиков около 10 тысяч человек.